МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 1970 году на советские экраны вышел документальный фильм «Индийские йоги. Кто они?» Йоги в Софийском цирке. Проверяя реквизит, зрители убедились, все без подделки. В те годы эти кадры стали настоящей сенсацией. Сверхчеловеческие способности йогов, полный контроль над собственным телом вызвали невероятный ажиотаж среди населения СССР. Благодаря этому фильму вся страна кинулась стоять на голове, изучать упражнения по слепым ксероксам с западных книг. После просмотра этого фильма самая главная идея относительно того, что йоги такие же люди, как и все, и йога – это не есть нечто экстраординарное, это способ обычного нормального человека сделать свою жизнь более эффективной, вот это впечатление смазывалось. И оставалось впечатление, что йоги – это люди, которые спят на гвоздях, а понятие о том, что йога на самом деле – это просто способ более эффективно проживать свою жизнь, как-то отходило в сторону. Прошло 40 лет, но интерес к йоге не угас. Йога вошла в моду, стала символом красивой и успешной жизни благодаря звездам шоу-бизнеса. Мадонна, Гай Ричи, Деми Мур, Рене Зельвегер, Сара Джессика Паркер не скрывают, что именно йоги обязаны своей отличной формой, успешной карьерой и славой. Россия тоже не отстает от Запада. Сегодня в стране тысячи секций. Занятия йогой проводятся в каждом фитнес-клубе. Многие даже едут в Индию в надежде получить знания из первых рук. Но, как это часто бывает, в погоне за чудом потерялась суть йоги. Древняя философия уступила место внешним атрибутам. Орел загадочности отодвинул духовную суть йоги на дальний план. И мы до сих пор не имеем ответа на вопрос. Так кто же они, индийские йоги? Сверхлюди, факиры-иллюзионисты или носители тайных знаний, позволяющих любому человеку в совершенстве овладеть собственным телом? Апрель 2009 года. Харидвар. Один из 12 священных городов Индии. Здесь раскинулся ашрам самого знаменитого индийского гуру Рамдео Бабы. Говорят, гуру видит человека насквозь, а его предсказания сбываются почти со стопроцентной точностью. Йога в Индии больше, чем просто йога. Это и образ жизни, и даже политика. Уроки Рамдео Бабы транслируются каждое утро на всю страну. Их рейтинги превышают показатели самых популярных развлекательных программ. Народная любовь к Рамдео Бабе настолько велика, что он смог бы стать президентом Индии, если бы участвовал в следующих выборах. Политика и йога – вещи несовместимые. Вообще, те, кто завоевывают в себе популярность с помощью йоги и демонстрации своих сверхспособностей – не йоги. Это факиры. Огромные заблуждения думать, что йога популярна из-за чудес. Чудеса вообще не важны. Главное – духовное совершенствование. На первых двух ступеньках предусматривается нравственность. То есть, нужно стать глубоко нравственным человеком. Это очень важно. Далее идут третья и четвертая ступени. Объединяются общим названием «хатха-йога». То есть, система физических и дыхательных упражнений. Затем идут пятая, шестая, седьмая и восьмая ступени. Это упражнения для психики и ума. Первые упоминания о йоге относятся к третьему тысячелетию до нашей эры. Существует предание, что йога появилась на земле благодаря богу Шиле. На своей свадьбе он исполнил танец, движения которого стали основой учения. Главный инструмент йоги для достижения гармонии – асаны, специальные упражнения. Возможно, поэтому у многих сложилось впечатление, что йога – это просто гимнастика. Однако не все так просто. На самом деле, йога – духовная практика. И какие-либо асаны в ней нужны лишь на определенной стадии, до пробуждения кундалини. Кундалини – это особая энергия, которая находится в позвоночнике. Пробуждаясь, она объединяет все чакры и дает нам йогу, то есть союз с всепроникающей энергией божественной любви. Пробуждение кундалини и есть главная цель йоги. Индусы называют этот процесс вторым рождением. Когда энергия кундалини пробуждается, она просветляет душу и разум и сама исправляет физические несовершенства, которые часто и толкают человека на путь йоги. А еще, если верить древним манускриптам, в момент пробуждения кундалини человек приобретает невероятные способности. Умение обходиться чрезвычайно малым количеством пищи, способность не дышать сутками, исцелять прикосновениям и даже преодолевать закон земного притяжения. Что это? Мифы? Легенды? Или мы просто не знаем себя, своих возможностей, того, что знали про себя древние? 23 апреля 1837 года. Индия. Деревня Лахор. В этот день завершается невероятный эксперимент, за которым следила вся Индия. Из земли был извлечен йог по имени Харида. В течение 40 дней он находился в могиле без воздуха, воды и пищи. Когда окоченевшее тело вытащили из плотно завернутой материи, пульса у йога не было. Никакие средства не могли вернуть йога к жизни, пока из его ушей и ноздрей не извлекли вату и воск. Только после этого Харида вздохнул и открыл глаза. Для современных людей, привыкших сомневаться, эта история выглядит невероятной. 40 дней без кислорода. Но так ли уж она нереальна? Я в своей жизни видела людей, которые, например, перестали есть. То есть они поглощают энергию напрямую, не через пищу. Я знаю людей, которые действительно могут очень долго... Я видела таких людей, которые могут не дышать неделями. Еще недавно считалось, человек может обходиться без кислорода минуту, максимум полторы. Но фридайверы это опровергли. Доказали, что можно не дышать 8, 10 и даже 16 минут. Жак Майоль первым перешагнул рубеж 100 метров в погружениях без акваланга. Он использовал в качестве тренировочной практики йогу. Экстраординарные способности Жака Майоля не раз ставили медиков в тупик. Во время погружения под воду его пульс достигал 20 ударов в минуту, что обычно приводит к обмороку. Пловца по праву называли человеком амфибией. А Люк Бессон, вдохновившись его историей, снял фильм «Голубая бездна». Макушечка тянется вверх, позвоночник ровный. Наталья Овсиенко благодаря йоге стала двукратной чемпионкой мира и рекордсменкой мира по фридайвингу. Экстремальному виду спорта, основанному на длительных погружениях без акваланга. Ее рекорд – 78 метров глубины без кислорода. Человек, опуская лицо в воду, автоматически замедляет биение своего сердца. Соответственно, замедляется обмен веществ. И это происходит после 10-секундного пребывания, опускания лицо в воду. И вот уже через 17 секунд наступают такие изменения. У среднестатистического человека пульс падает приблизительно в полтора раза. А у, соответственно, более профессионального фридайвера пульс может упасть и в два раза. По просьбе нашей съемочной группы Наталья согласилась на уникальный эксперимент, в ходе которого она не будет дышать 8 минут. Специальные датчики зафиксируют активность ее головного мозга, мышечный тонус и частоту сердечных сокращений. Возможно, это объяснит, как фридайверам удается обходиться без кислорода длительное время. Я готова. Поехали. Начинаю деконцентрироваться. По словам Наташи, чтобы не дышать, она впадает в особое состояние транса. На языке йогов – деконцентрации, но при этом остается в сознании. В этом ей помогает специальное дыхание йогов. Датчики фиксируют. Частота сердечных сокращений сначала резко возрастает, затем начинает плавно замедляться. Удивительно, но ее сердце действительно бьется гораздо реже. Минута. Другая. Третья. Наталья не дышит. По ряду физиологических признаков оно похоже на состояние дремоты. То есть во время медитации снижается уровень активации мозга. Вот как бы и то, что мы наблюдали. То есть вы входите в некий режим, когда вы успокаиваетесь, видимо, вот энерготраты ваши тоже снижаются. Этим объясняется то, что у вас как-то меньше потребность кислорода. Мастерство фридайверов не объясняет полностью феномен индийского йога, пролежавшего 40 дней под землей. Зато оно дает ключ к пониманию, на что действительно способна человеческое тело. И это гораздо большее, чем мы привыкли о себе думать. Апрель 2009 года. Ришикеш. Этот небольшой индийский город находится в предгорье Гималаев. Эти места считаются священными, а медитация, проведенная здесь по поверьям, приводит к достижению нирваны, состоянию полной умиротворенности. Ришикеш по праву считается мировой столицей йоги. Ведь город практически состоит из ашрамов, духовных общин, в которых любой желающий может изучить основы йоги и получить жизненное напутствие от гуру. Занятия в ашраме начинаются с первыми лучами солнца в 5 утра строго натощак. Сначала групповая медитация, молитва и только потом двухчасовая гимнастика. А после легкого завтрака – следующий этап. Гуру посвящает учеников в основу еще одной составляющей йоги – пранаямы, особого дыхания. Первым важным шагом является овладение асаной или управление телом. Следующий шаг – пранаяма. Пранаяма начинается с регулирования дыхания для управления жизненными токами. Другими словами, пранаяма – это совершенный контроль над жизненной силой посредством контроля над дыханием. Результатом, плодом пранаямы является уткхата или пробуждение спящей кундалини. Освоить секретное дыхание йогов непросто. На это могут уйти годы. Но ученики знают, без пранаямы им не достигнуть духовного просветления. Поэтому многие живут в Ашраме по нескольку лет. Кстати, именно в Ришикеш за просветлением отправились и музыканты легендарной группы Битлз. С их пребыванием здесь связана еще одна из легенд, окружающих древнюю практику. Это и есть Ашрам Ливерпульской четверки. Сейчас тут мало что напоминает о пребывании Битлов. После смерти его хозяина фанаты чуть было не разобрали это место по кирпичику. Местным властям пришлось закрыть Ашрам. Его закрыли не только поэтому. Битлз жили здесь несколько месяцев, а потом на них пало проклятие гуру. И сегодня это место считается нехорошим. Сюда никто не ходит. Видите, тут уже настоящие джунгли. Это все проклятое место. Сентябрь 1968 года. Индуизм и йога входят в моду. О невероятных возможностях древнего учения говорят все вокруг. Наркотики, алкоголь и творческий кризис приводят знаменитую ливерпульскую четверку в Ришикеш, в Ашрам Махариши Махеш-йоги. Это его слова. Несите свет и тьма отступит. С легкой руки Битлов обойдут весь мир. Здесь вот жили Джон и Пол. Здесь Ринго. А здесь Харрисон. Он больше всех увлекался йогой. Вот здесь они по утрам медитировали. За полгода в Ашраме Махариши Джон Леннон, страдавший алкоголизмом, не выпил ни глотка виски и в приступе вдохновения, чего давно уже с ним не бывало, написал все песни знаменитого белого альбома. Последней в альбом вошла песня «Секси Сэди». Откровенно издевательскую песенку Леннон написал про своего гуру. Появлению песни предшествовал громкий скандал. Махариши Махеш носил статус брахмачарии, то есть монаха, давшего обет безбрачия. Однако заявление актрисы Мии Фэрроу, тоже изучавшей йогу у знаменитого гуру, сильно подорвало его репутацию. Она обвинила Махариши в сексуальных домогательствах, что произвело эффект разорвавшейся бомбы. Битвы заявили, что разочаровались в учителе и уехали со скандала. Помимо всего прочего, Леннон обвинил йога в том, что тот не столько гуру, сколько коммерсант. За полгода жизни в его ашраме певцы заплатили ему 60 тысяч долларов, огромные для того времени деньги. Из воспоминаний Джона Леннона. На следующее утро мы собрались перед хижиной Махариши. Я, как всегда, говорил от лица остальных и сказал ему, мы уезжаем. Он спросил, почему? И я ответил, ну если ты действительно в такой гармонии с космосом, то должен знать, почему. Махариши взглянул на меня и произнес, я прокляну тебя, сукин сын. Битвы уехали в Лондон и вернулись к прежней жизни, но уже без алкоголя и наркотиков. Появилось и новое вдохновение. Но отношения внутри Битлз вскоре резко испортились. Через два года группа распалась. В 1980 году был убит Джон Леннон. А в 2001-м от рака легких умер Джордж Харрисон. Самого гуру не стало в феврале 2008-го. Он умер в возрасте 91-го года. В двухсоткомнатном особняке, оставив после себя 3,5 миллиарда долларов состояния. Теперь уже нельзя сказать наверняка, подействовало ли проклятие Махариши, или причиной всех несчастья и знаменитой четверки стали их сложные характеры. Однако нельзя отрицать главного. Йога дала Битлам то, зачем они приезжали. Будь ты гимнастом, будь ты там клоуном в церкви, неважно, или наркоманом, который только что вышел из химического штопора какого-то. Неважно, она может помочь в любых состояниях. Был бы желание. Кстати, способность исцелять от самых серьезных болезней – еще одно из возможных чудес йоги. И тому есть немало свидетельств. 1870 год. Индия. Окрестности Калькутты. В одной из небольших деревень жил знаменитый йог Лахири Махасая. Слава о чудесах, совершаемых им, шла по всей стране. Изо всех уголков Индии к нему приезжали за советом, помощью и исцелением. О великом гуру услышал и юноша Раму, слепой от рождения. Он приехал к Лахири, и только собрался было рассказать о своем горе, как йог жестом остановил его. Он коснулся лба Раму и сказал, «Удерживай свой разум сосредоточенным, и для тебя засияет заря солнечного великолепия». И случилось чудо. Через некоторое время Раму прозрел. Свидетельств, подобных этому, в книгах о йоге великое множество. Причем описываются как целительские способности гуру, так и чудеса самовоздоровления людей, практикующих йогу. И если первое больше похоже на чудо, то второе – факт научно доказанный. Я хотел увеличить свой энергетический потенциал, сделаться нескольким образом независимым от других методик наполнения себя энергией. Ну, то есть наркотики, алкоголь, исходя из того, что в 90-х годах это был бум. И, конечно, я под него тоже попал, безусловно. То есть я экспериментировал со всякими веществами. Ну, и доэкспериментировался до того, что решил, надо заканчивать, и надо просто какое-то здоровое, наверное, находить, ну, что ли, здоровые методы выработки этих же самых веществ внутри. Попытки слезть с иглы самостоятельно ни к чему не приводили. Начиналась страшная ломка. И тогда кто-то из знакомых посоветовал обратиться в новую клинику. Она была совершенно не похожа на психиатрическую больницу, где обычно лечили наркоманов. Вместо таблеток и уколов больным предлагалась йога. Мы просто находили определенные виды замещения, собственно говоря, которые, а, включали процесс осознания, то есть человек вдруг в определенном времени начинал осознавать, что происходит. И взвешивая за и против, выбирал за. То есть за, например, чистую трезвую жизнь. И находил дофига мотиваций разнообразных, ради чего-то ему, собственно, стоит продолжать эту трезвую жизнь. В организме человека, принимающего героин, вырабатывается огромное количество эндорфина – гормона удовольствия. В момент его поступления в кровь наркоман ощущает кайф. Тело быстро привыкает к этому. И если не получает очередной дозы, мстит страшной ломкой и депрессией. Парадоксально, но йога действует по тому же принципу, что и героин, но безо всякой химии. Во время занятий тоже выделяется гормон удовольствия, но не возникает привыкания. Йога на время заменяет героин и дает возможность наркоману преодолеть период ломки и начать новую жизнь. Терминальные заболевания я абсолютно точно знаю, что вылечиваемы с помощью йоги тоже. Терминальные – это такие, как рак, онкология, гепатиты разнообразные, ВИЧ, может быть, тоже, скорее всего, купирован в каком-то объеме. Но при этом необходимо работать. Человек должен невероятно трудиться, чтобы это все достичь. Нет волшебных таблеток. Не изобрел их никто еще пока. Но официальная медицина провозгласить йогу панацеей не готова. Нет доказательств тому, что люди, занимающиеся йогой, меньше болеют раком, атеросклерозом или гепатитом. А может быть, просто никто не проводил таких исследований? Ведь, например, в Индии йога-терапия гораздо популярнее традиционной медицины. Сотни, тысячи людей ежегодно получают помощь в специальных центрах лечения йогой. Получить помощь может любой желающий. Причем абсолютно бесплатно. Платить придется только за лекарства. Кстати, их приготовляют здесь же, на месте, из индийских растений. Конкретно от чего помогает это лекарство? Ну, это средство хорошо помогает от гастрита. Врачи утверждают, большинство пациентов после курса йога-терапии идут на поправку. Сегодня несколько научно-исследовательских институтов Индии пытаются раскрыть целебные механизмы йоги. В Ришикеши есть даже отдельный университет йоги. Этот институт скорее напоминает общежитие. Студенты со всех концов света живут вот в таких комнатках. За скромную плату около 10 долларов в день они получают кровь, стол и ежедневное обучение йоги с персональным гуру. Сейчас просто не сезон, обычно тут очень хорошие люди, много учителей. А вы не первый раз, что ли? Нет. Уже третий? Господи, боже мой. Прямо сразу, напрямую из Питера, да? Вы знаете, когда как? В этот раз я шесть месяцев уже в Индии, до этого была в Гоа, потом немножко путешествовала и вот приехала в Ришикеши. Наталья из Петербурга. Когда-то она была преуспевающим менеджером в крупной компании, жила на широкую ногу. Йогой занималась в одной из питерских школ. И в какой-то момент вдруг ощутила полную бессмысленность своей жизни. Девушка уволилась с работы, оставила родителей, рассталась с женихом и уехала в Индию. Вот это комнаты для студентов. Света нет. Вот, ну, так как часть йоги, это бхакти-йога, поклонение Богу, то у меня здесь очень много индийских богов. Калия, это женская энергия. Ну, всякие разные боги. Боги для развития, для преодоления страхов. В общем, все, все, что нужно человеку. Йога помогает развивать организм как систему. Тело, сознание, ум, память, энергию, все, энергетику. То есть все это развивается в системе, все это помогает, в общем, в дальнейшем жить, достигать цели, которые нам необходимы, не размениваться по мелочам, знать точно, что тебе нужно, делать всегда правильный выбор благодаря разуму, а не благодаря чувствам и эмоциям. Наталье повезло. Ее гуру сам Дармананде Баба, ректор института йоги. Практикует древнее учение уже больше 25 лет. Среди его учеников известны индийские политики и бизнесмены. Ему, как и многим индийским гуру, приписывают различные сверхъестественные способности. Но любые предложения журналистов показать свое мастерство миру Дармананде Баба решительно отвергает. По его словам, вовсе не потому, что этими способностями не обладает. Йог – это тот, кто ищет спокойствие внутри себя, в своей душе. Ни один настоящий йог не будет демонстрировать свои необычные способности на публику. И уж тем более не будет зарабатывать этим деньги. Так поступают только факиры. Но им никогда не достичь духовного совершенства. Да и все, на что они способны, не чудеса вовсе. Но иногда очень сложно поверить, что это не чудо. Это самый гибкий человек планеты, знаменитый российский йог Мухтар Гусингаджиев по прозвищу Человек-Змея. Очень вкусно. Мухтар занимается йогой 25 лет. За это время он придал своему телу практически веревочную гибкость. Удивительные способности Человека-Змеи – это не сверхздоровье, а наоборот – редкая болезнь. Это, в общем-то, генетическое заболевание. У человека гипермобильность суставов – это та черта, которая индусам как нации присуща в большей мере, чем европейским, ну, европеоидам, да, европейским людям. Если у европейцев гипермобильность суставов встречается примерно у 7% населения, то у индусов это процентный порядок выше. Можем предполагать, и, возможно, это будет правильно, что вообще йога создавалась, как ни странно, как средство борьбы с этими недостатками. То есть вот эти фиксированные астаны должны были немножко снизить повреждающие воздействия гипермобильности суставов. У нас люди восприняли йогу неправильно. Они решили, что именно этой гипермобильности надо добиваться. Но это не так. Врач утверждает, пытаясь повторять то, что индусам дано от природы, большинство европейцев, не обладающих такой подвижностью суставов, подвергает себя риску серьезных травм. Примерно не так давно ко мне приносили девочку, сама найти не могла, которой учитель заставлял делать астаны. В частности, садился в какой-то такой сложный вариант лотоса, когда надо было подогнуть колени. И когда у девочки не получалось, он еще на колени нажал. В результате тяжелый разрыв связок и менисков. И девочка теперь пойдет на операцию. Иными словами, удивительная гибкость дана не каждому. Таким надо родиться. Неужели это касается и других сверхспособностей йогов? Спешим оговориться. Индийские огнеходцы сутри не обязательно принадлежат к йогам. Их искусство носит узкий характер. А для йогов хождение по огню – лишь способ тренировки воли. Огнеходцы без колебания вступают на раскаленную площадку. Походка их ничуть не меняется. Некоторые проходят яму дважды и трижды. Они не испытывают никакой боли. На их ногах нет ни ожогов, ни волдырей. Врачи уже много раз исследовали ступни йогов. Но не смогли найти никаких отклонений. Напротив, часто их кожа была тоньше и нежнее, чем обычно. Психолог и бизнес-тренер Игорь Вагин не видит в хождении по огню ничего сверхъестественного. Его ученики без боли и ущерба для здоровья ходят по углям после двух-трех часов специального тренинга. Как это делается? Прежде всего, это психологический настрой, определенные модели психотехник. Как подготовить свою психику, свое тело, потому что будет происходить с ним. И второе, уметь, есть маленькие профессиональные тонкости. Как максимально снизить риски. Техника шага по стеклам, как ложиться на гвозди, как ходить по углем. Есть определенные профессиональные технические маленькие приемы. Я уверен в себе! Я уверен в себе! Это тренинг экстремальных ситуаций для менеджеров. Его задача – помочь участникам преодолеть чувство страха перед сложной задачей. Будь то бизнес-переговоры или хождение по раскаленным углям. Организаторы подчеркивают – это не йога. При этом все участники тренинга, даже пришедшие в первый раз, спокойно выполняют традиционный йоговский трюк. Каким образом? Если вы заметили, дорожка определенной длины – 3,5-4 метра, не больше. Физиология считается, что 3 секунды, когда ты находишься на углях, это нормально. Можно пройти. Вот уже 7, 8, 10 – это нет. Поэтому я вас попрошу подойти и посчитать. 1, 2, и 1, и 2, и 3. Успевают они пройти? Ну, может быть, и 4. Прикоснитесь. Не спешите. Почувствуйте. Человек, которого вы видите – не йог. Это обычный московский менеджер. Он сейчас чувствует только стопой, что может, по-прежнему. Тихо, тихо, тихо. Как ходить по стеклам? Мягко, плавно, контролируя вес тела. Какие бы ни были ужасные осколки, но если мы чувствуем стопой, где можно, где нельзя, где мы можем затрамбовать стекла, где переставить ноги, то риск порезаться на стеклах значительно снижается. Законы психофизиологии, что у йогов, что у обычных людей одни и те же. Ничего там особой мистики пока ученые не нашли. Но если дело только в кратковременности касания, то как быть с гвинейскими индейцами, по несколько часов танцующими на углях? Или с малазийскими йогами, пронзающими тело ключами? Столица Малайзии – Куала-Лумпур. Ежегодный фестиваль индусов – Тайпусан. То, что вы сейчас видите, феноменально. Ни одной капли крови не проливается, когда стальные иглы вонзаются в человеческую плоть. Не раздается ни одного стона боли. Йоги проявляют сверхчеловеческие способности. На этих толстых ключах они закрепляют огромные алтари. Участникам фестиваля предстоит подняться с ними на вершину горы. Индусы находятся в состоянии транса, в котором не ощущают боли. Все окружающие помогают им поддерживать его. Завершается ритуал в пещере. Здесь участников церемонии возвращают к реальности. Ключи вытаскивают из тела, и йоги падают без сознания. Природу этого удивительного состояния пытаются объяснить ученые с разных уголков планеты. Называют гипнозом, зомбированием. Есть версия, что сильное возбуждение отрезает пути поступления болевых сигналов в сознание. И оно не замечает боль. Но до сих пор не ясно, что именно происходит в организме человека в состоянии транса. Как и не ясно, каким образом йогам удается месяцами и даже годами обходиться без пищи и воды. Индия. Штат Бенгалия. Здесь, в 1936 году, в маленькой деревушке Биур, жила Гирибала. Эту простую индийскую женщину называли восьмым чудом света. И неудивительно, ведь Гирибала 56 лет не употребляла никакой пищи. Она питалась солнечной энергией, смотря на светило по несколько часов в день и выполняя особые осаны. Один из индийских раджей пригласил ее пожить в своем дворце три месяца. Все это время он наблюдал за ней через отверстие в стене, но так и не смог улечить Гири в обмане. Она действительно ничего не пила и не ела, и каждое утро подолгу смотрела на Солнце. Гирибалы уже нет в живых. Однако по всему миру у нее множество последователей, которые называют себя солнцеедами. То есть отвергающими пищу в обычном понимании этого слова, питающимися энергией Солнца и космоса. Австралийская писательница Джасмухин обходится без пищи с 1993 года. Жительница Краснодара Зинаида Баранова с марта 2000 года. Украинец Николай Долгорукий с августа 2003 года. Если верить их утверждениям, эти люди не едят от 6 до 16 лет. Московский йог Карим Диаб тоже решил доказать, что силы можно черпать не только из пищи. 7 марта 2006 года он заперся в стеклянном вагончике на берегу Москвы-реки, решив голодать на глазах у журналистов 48 дней. Любой из вас, любой абсолютно, ну там за редким исключением, может спокойно проголодать месяц. Происходит сильнейшая ослаковка, очищение организма. Каждый день занятия йогой и никакого общения. Единственным исключением был еженедельный визит врача, который контролировал самочувствие Карима. В день начала эксперимента йог весил 98 килограммов. Через 20 дней голодания Карим потерял в весе 10 килограммов. Через 48 – 23 килограмма. Врачи тщательно обследовали Карима и не нашли в его организме серьезных нарушений. Это стало для них неожиданностью, ведь обычному человеку столь длительное голодание грозило, если не смертью, то тяжелейшими последствиями для здоровья. Наука не может объяснить, как йоги могут подолгу обходиться без еды. Ученые не отрицают возможности, что йоги, по всей видимости, нашли способ замедлить процесс угасания жизни. Или открыли новый путь получения жизненной энергии без еды. Спустя год после 48-дневного голодания Карим Диаб решил продемонстрировать миру еще одну уникальную способность йогов – умение регулировать температуру тела. Ровно час йог провел в проруби в ледяной воде при морозе минус 20 градусов и вышел из воды, как ни в чем не бывало. Эту удивительную способность йогов – выдерживать экстремальную внешнюю температуру, регулируя собственную. Российские ученые специально ездили изучать в Индию. Это тепловизор – уникальный российский прибор, позволяющий измерять температуру с точностью до 0,05 градуса. Именно такой прибор понадобился индийским ученым в 1999 году, когда они решили провести исследование способности йогов изменять температуру собственного тела. Российский ученый Михаил Щербаков стал свидетелем этого эксперимента. Ну, здесь вот как раз на мониторе вы видите тот самый эпизод почти десятилетней давности. За три минуты где-то во время погружения его в сон резко повысилась температура в районе переносицы, охладились конечности, которые были видны на термограмме, и вот, скажем, на минимальную такую энергетику, видимо, настроился этот товарищ. Эксперимент проводился в условиях повышенной секретности. А дальше меня поблагодарили за то, что прибор работоспособен, прекрасен, как они объяснили, все им очень нравится, и дальше их работа, продолжение уже своих исследований. Есть гипотеза, что йогам удается подчинить воле вегетативную нервную систему. Те участки мозга, которые работают без вмешательства сознания. Благодаря нин бьется сердце, выделяется слюна, сокращается кишечник, поддерживается тонус сосудов и температура тела. В последнем варианте вегетативная система действует через потовые железы. Стало жарко, потовые железы выпускают жидкость. Пот испаряется и охлаждает тело. Похолодало, поры закрылись, мышцы кожи сократились, и волосы на теле приняли вертикальное положение, удерживая тем самым драгоценное тепло. Управлять своей вегетативной нервной системой все равно, чтобы полностью подчинить себе свое тело. Можно заставить его делать все, что угодно, в любой ситуации, даже самой экстремальной. Например, в космосе. Мало кто знает, что в начале 80-х годов в СССР в рамках первого советско-индийского полета в космос готовился эксперимент под названием «Йога». Из Индии в звездный городок в Королеве прибыли два йога высокого уровня. Их сопровождал легендарный учитель Свами Брахмачари, гуру Джавахарлала Неру, Индиры Ганди. О его невероятной физической силе и выносливости ходили легенды. Когда мы делали обычную физкультуру, то оба индийских космонавта и основной дублер уединялись в зал отдельно, и с ними при закрытых дверях занимался вот этот самый йог. Значит, ну мы иногда видели, там они сидят в позе лотоса, там медитируют, еще что-то делают. Космонавт-исследователь Ракеш Шарма на борту должен был выполнять физические и дыхательные упражнения по системе йогов. Его дублеру предстояло проделать то же самое на Земле. Задачей эксперимента было выяснить, помогут ли эти упражнения снизить неблагоприятное воздействие невесомости. Перенести то, что называется факторы невесомости, факторы космического полета. подготовить их и укрепить их организм к различным воздействиям, первое. И второе, на них одевали датчики, и они принимали вот эти позы, которые научил сейчас вот знаменитую позу лотоса. Ракета с первым в истории совместным советско-индийским экипажем стартовала 3 апреля 1984 года в 10 часов 3 минуты и 11 секунд. В 11 часов на Землю начали поступать первые данные из датчиков, которые были закреплены на теле Ракеша Шармы. Прошел час, другой, третий, сутки. Ученые, тщательно изучавшие полученную информацию, не скрывали разочарования. Чудо не произошло. Организм йога работал так же, как и у советских космонавтов. И даже немного хуже. То, что йога в этом случае не помогла, это неудивительно, потому что даже те, кто прошел все эти жесточайшие отборы, в космосе может себя чувствовать легкое укачивание, а может быть, несколько дней подряд работы. То есть медицина еще не знает до конца механизм этот, как с ним бороться. Однако космонавт Георгий Гречко не жалеет, что сам в юности занимался йогой. Летчику сегодня 78 лет, а чувствует он себя на 30. Разве это не похоже на одно из чудес йоги? Может быть, я и жив до сих пор, хотя три полета за спиной и трудное военное детство, и жизнь такая тяжелая. Поэтому, если я вот еще живой, и, как говорят, очень практической здоровой, то в том числе заслуга йоги тоже. Летать в космос без посторонней помощи человек пока не может. Чего нельзя сказать про левитацию, умение отрываться от земли и парить в воздухе. Она много раз описана в древних книгах. И это, пожалуй, единственное чудо, на которое наука до сих пор не может предоставить никаких внятных объяснений. Как йогам удается преодолевать закон земного тяготения, до сих пор остается открытым. А сами они своих секретов не раскрывают. Это высшее явление из чудес ситхи дается не каждому, только самым чистым духовно и трудолюбивым. Это величайшая тайна, да ее вам и не нужно знать. Главное, что вам может дать йога, это духовное просветление, и оно ценнее любого чуда. Но чудо – это понятнее и реальнее, чем духовное просветление. Может быть, поэтому йогу часто рассматривают с позиции сверхспособностей. Как в известном документальном фильме 1970 года «Индийские йоги. Кто они?» Но даже в эпоху советского материализма авторы фильма не взяли на себя смелость отрицать духовную составляющую йоги. Давайте и мы перестанем смотреть на йогу как на фабрику чудес, а посмотрим как на древнюю науку и путь к гармонии с собой и окружающим миром. Об этом наш следующий фильм. Субтитры создавал DimaTorzok